Теперь давайте обсудим, как происходит создание и удаление объектов класса наследник. Те поля, которые добавлены в классе наследники, они инициализируются внутри конструктора класса наследник. Те же поля, которые унаследованы от класса родителя, инициализируются внутри конструктора родительского класса. Поэтому при создании объектов производного класса сначала вызывается конструктор родительского класса. Более того, иногда этот конструктор нужно вызывать самостоятельно. Например, если у родительского класса нет конструктора по умолчанию, а есть конструктор с параметром, например, у класса Person это мог бы быть конструктор двух параметров от имени и возраста. Тогда при создании производного класса нам этот конструктор нужно вызвать. У производного класса разумно определить конструктор с тремя параметрами. Это будет имя, возраст и университет. Три поля, которые определяют значение объекта типа Student. И внутри списка инициализации мы должны будем вызвать конструктор класса Person от двух параметров, то есть передать туда имя и возраст. Внутри этого конструктора будут проинициализированы поля Name и Age, которые унаследованы от класса Person. И дальше можно уже инициализировать свои собственные поля. В данном случае имя университета. Важно отметить, что если бы у класса Person был бы конструктор по умолчанию, то можно было бы не вызывать его явно, об этом позаботится компилятор. То есть если внутри конструктора достаточно вызвать конструктор по умолчанию родительского класса, то можно его не указывать, он в любом случае будет вызван. Аналогично работает деструктор. При удалении объекта класса Student, то есть при удалении объекта производного класса, сначала вызывается деструктор производного класса, то есть класса Student, а после этого вызывается деструктор класса Person. При этом это делается автоматически, ничего для этого специального делать не надо, и более того, на это никак нельзя повлиять. То есть это является естественным. Если при создании мы сначала вызываем конструктор класса родителя, а потом конструктор производного класса, то при удалении мы должны сначала вызвать деструктор производного класса, а потом вызвать деструктор родительского класса. Продолжение следует...